Здравствуйте! С вами программа «Добро пожаловаться». Мы начинаем с рубрики «Жалоба недели». Вот что беспокоит наших зрителей больше всего сегодня. Каждый день мы принимаем жалобы от телезрителей. Наиболее частые выделяем в проблемы. Проблемы выстраиваем в рейтинг. А у нас в квартире газ. Проблемы с обслуживанием газового оборудования в квартирах. Рабство без процентов. Подводные камни беспроцентных займов. Мой дом – моя крепость. Мой дом рушится, а управляющая компания отказывается делать ремонт. Кто стучится в дверь мою? Незаконные действия коллекторских агентств. По итогам голосования на сайте ННТВ самой волнующей темой оказалась – кто стучится в дверь мою? Незаконные действия коллекторских агентств. В основном жалуются, по крайней мере, наши знакомые, что звонят постоянно. Ну, собственно, нервируют. Отвратительно. А почему? Жестоко. Психологически. Если бы они просто как-то по-человечески, цивилизованно это делали, да. А когда выбивают с помощью кулаков, это не контора, это бандитское заведение. Разлет творческого выбора деятельности этих организаций, он достаточно широк. И если это законодательно никак не обусловленных деятельностях, то понятно, что это может быть для людей не совсем комфортно. Нижегородцы задали адвокату интересующие их вопросы. Законно ли деятельность коллекторских агентств? Коллекторские агентства – это организации, которые профессионально занимаются взысканием долгов. Какого-то специального закона в настоящее время, который галактирует именно деятельность коллекторов, у нас не имеется. Однако они действуют в рамках закона гражданского законодательства на основании договора с первоначальным кредитором. Если при этом они не используют каких-то незаконных методов получения денежных средств, то да, их деятельность вполне законна. Чаще всего они выкупают долги у первоначального кредитора, то есть банка или иной организации, перед которой у должника возникло обязательство выплатить денежные средства. При этом коллекторское агентство становится новым кредитором должника. Как правило, согласие должника при этом не требуется. Но, как разъяснил Верховный суд Российской Федерации, если речь идет о кредитной задолженности перед банком, банк не вправе передавать задолженность должника организации, которая не имеет лицензии на осуществление банковской деятельности. Поэтому внимательно читайте кредитный договор. Как правило, коллекторское агентство такой лицензии не обладает, поэтому передача банком коллекторам вашего долга будет незаконной. Не имеющему лицензии на осуществление банковской деятельности, то банк вправе передать его, лишь уведомив впоследствии должника. Скажите, пожалуйста, на что имеют право коллекторские агентства? Важно помнить, что коллекторское агентство каких-то специальных прав в общении с должником и при взыскании денежных средств не имеет. Представителями полномочиями представителей власти они также не обладают. Коллекторское агентство имеет только те права, которые имел первоначальный кредитор. То есть он вправе лично или с использованием средств связи обращаться к должнику с требованием о выплате задолженности, если срок ее выплаты уже наступил. Вправе обратиться с иском в суд о взыскании задолженности и впоследствии инициировать исполнительное производство с помощью исполнительного листа уже по реальному получению денежных средств должника. При этом принудительное исполнение решения суда будет осуществляться не самим коллектором, а службой судебных приставов. Требовать получения с вас денежных средств с помощью угроз физической расправы, повреждений имущества, естественно, они не имеют. Это незаконно. Требовать вас продать какое-то свое имущество, чтобы погасить задолженность, они также не имеют. Если какие-то такие угрозы, действия на вас распространяются, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы. Хорошо, если при этом вы сможете подтвердить свои слова аудиозаписью, либо если при беседе с коллекторами присутствовали ваши знакомые или родственники, которые также могут подтвердить ваши слова. Что делать, если коллекторы не дают спокойно жить? Часто люди жалуются на то, что коллекторские агентства донимают их звонками и в вечернее время, в позднее время, и в выходные дни. Согласно федеральному закону о потребительском кредите, коллекторские агентства вправе осуществлять личные встречи, а также звонить, направить смс-сообщения гражданам, должникам и поручителям по кредитам в будние дни до 10 часов вечера, начиная с 8 часов утра, а в выходные и нерабочие праздничные дни вправе осуществлять личные встречи и звонки до 8 часов вечера, начиная с 9 часов утра. То есть, если осуществляются звонки в позднее время, в выходные дни, когда это запрещается законом, вы вправе обращаться в правоохранительные органы, либо в Роспотребнадзор или Роскомнадзор. Можно ли прожить жизнь без непонятных явлений? Нельзя. Но каждого из нас тянет разобраться в том таинственном непонятном, которое не просто случается, но портит нам настроение нередко судьбу. Без пол-литра не разобраться, говорят нас народе. Тут пол-литра не обойдешься, тут внимание должностных лиц требуется. Неразбериха – тема нашей сегодняшней программы. Татьяна Викторовна Бычкова «Это вы расписались. Напишите о том, что вы расписались за эти деньги и распишитесь нам». «И вот они долго-долго стояли. Видела эта соседка на четвертом этаже со 124-й квартиры, она у нас старше по подъезду, Мария Михайловна. Она говорит, да, я видела, что это действительно было так». Работники почтового отделения в количестве семи человек приехали на разговор к 90-летней женщине. После разговора, по словам Татьяны Викторовны, ее мама упала и вскоре умерла. «Когда мама закрыла окно и перестала с ними разговаривать, конечно, после такого напряженного разговора даже я бы могла этого не выдержать. Естественно, она говорит, Таня, у меня закружилась голова, я дошла с кухни до комнаты, упала, стукнула с головой холодильник. И все. И когда я уже пришла через час или какое-то время, может, два часа уже прошло, она мне начала рассказывать, я говорю, почему тебе разбита голова, почему ты в таком состоянии. Она говорит, а потому что ко мне приезжали почтовые работники, мне стало после этого очень плохо. Я им говорила, что я не получала этих денег». Мы рассказываем эту историю не для того, чтобы обвинить кого-то в смерти Елены Ивановны, а только с одной целью – понять ситуацию, которая может случиться с каждым из нас. О проблеме неразберихи в нашей жизни и о том, как эта неразбериха влияет на нашу жизнь, мы разговариваем сегодня с Нижегородским адвокатом Марком Давыдовичем Барахчайкой. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что ее мама Елена Ивановна должна была получить определенную социальную выплату. Дальше больше. Татьяна Викторовна рассказывает о том, что выплаты вообще ей не поступили, ее маме. И когда стали разбираться, то на почте сказали, что выплаты приносили, и вот стоит ее подпись. А мама говорила, что не ставила этой подпись и денег не получала. Но маме около 90 лет. Если есть сомнения, что подпись подлинная, значит, надо обратиться к правоохранительные органы. С каким заявлением? С заявлением о том, что у меня есть основания полагать, что 2000 рублей кто-то похитил. Что вот она не подписывала сама. Что это не ее подпись. А если вот, допустим, жалоба на почтальона, что он не додал деньги. Что грозит почтальону? Увольнение с работы или еще что-то? Это как минимум. Это как минимум увольнение с работы. А в принципе это кража. Это хищение путем мошенничества и путем злоупотребления и доверия. Татьяна Викторовна утверждает, что ее маме работник почты не доставил деньги по социальной выплате. 3813 рублей. Сотрудник отделения почтовой связи утверждал, что приносил деньги. И демонстрировал подпись Елены Ивановны. В то время, как сама Елена Ивановна утверждала, что за деньги не расписывалась. Я спрашиваю, каким же числом поставлена эта подпись. Они мне говорят 7 марта. Я говорю, а как это так может быть? 7 марта я к ней не приходила. Без меня она дверь никогда не откроет. Единственное, что мы можем сказать, что эти деньги маме не давали. Поговорить с руководителем отделения почты о произошедшем не представилось возможным. По словам сотрудников, они не знают ни его имени, ни фамилии. А у вас тут клиенты уже ждут. Вы к клиентам-то, может быть, выйдете? Рабочий день-то у вас идет все-таки. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а кто заставлял почту? А вы руководители нам пригласите? Заместители. Можно пригласить? Или все-таки узнает, человек на работе или нет? Я пришла к должностному лицу, который должен находиться в рабочее время, сейчас на работе. Пригласите, пожалуйста, заместителя. Кто замок, фамилия? Как это вы не знаете? Это же ваше руководство. Скажите мне и того, и того. Скажите мне фамилию и того, и того. Это ваше руководство. Где же она? Та правда, которую будут искать в правоохранительных органах. И которая на самом деле живет в глубинах человеческих отношений. Вы знаете, ситуация вообще для меня находится за рамками каких-то элементарных вещей. За рамками разумного, за рамками элементарной человечности по отношению к, в общем-то, мягко говоря, пожилому человеку 90 лет. Елена Ивановна. Есть очень много непонятных вещей. Если Елена Ивановна расписалась за полученные деньги и их действительно получила, для чего 7 человек, работников почты, в то время как в почтовых отделениях огромные очереди, в то время как на почте не хватает работников, садятся в почтовую машину, приезжают к ней домой и понуждают ее подписать бумагу, в которой якобы Елена Ивановна не имеет никаких претензий. У них уже есть ее подпись. Они уже, по их словам, отдали ей деньги. Для чего? Значит, что-то было не совсем так. Значит, где-то что-то с чем-то не сходилось. Это у меня такие мысли, я не знаю, может быть, все нормально. Может быть, 7 активных людей, которым нечего делать в рабочее время, поехали к 90-летней бабушке для того, чтобы ее фактически понудить, подписать документ. Если они хотели бы поговорить, то пришел бы один работник почты, постарался бы разобраться в этой ситуации. Я, конечно же, обязательно помогу и в меру своих сил и полномочий поучаствую в разбирательстве по этому вопросу. Я от своего имени сделаю запрос, чтобы мне дали координаты этих людей, фамилии их, кто это был. Напишу руководству Почты России, готов обратиться в прокуратуру, чтобы инициировать разбирательство по данному вопросу. И, конечно же, это не должно остаться безнаказанным. И все-таки у нас масса людей, которые получают пенсию, социальные выплаты на дому, имеют дело с почтовыми работниками. Какие ситуации можно предусмотреть и как их избегать? Да просто нужно смотреть, за что вы расписываетесь. Сумма, которая вам стоит в ведомости, и счета день, который вам отдал почтальон. Все, здесь других ситуаций нет. И если вы расписались, чтобы вам выдали такую же сумму. Если вам выдали меньше, тут же поднимаете скандал. И если вы говорите, что подпись не ваша, то вы... Доказывать вы должны будете, что эта подпись не ваша. Вы должны будете сдать образцы подписи. Будет проводиться коммунистическая экспертиза, подчерковедческая. И расходы, если эта подпись ваша, могут быть отнесены на вас. Я просто думаю о том, что не все, что мы считаем возможным, мы не все можем передать в правоохранительное русло. Вы понимаете, в правоохранительное русло можно передать все. Но надо помнить, всегда помнить о своей ответственности за те сведения, которые вы сообщаете в правоохранительные органы. И это не должны быть домыслы, это не должна быть ваша фантазия. Это должны быть конкретные факты. Сколько писем и звонков от пенсионеров? Тут не дослушали, тут не додали. Прав, не прав, кто будет разбираться? Наши чиновники в какой-то спешке живут. Говорят, бумаг много. Бумаг много, людей мало? Так что ли? Александр Яковлевич Адрианов – ветеран труда. Из 78 лет жизни Александр Яковлевич проработал почти 50. Общий стаж, который зафиксирован в трудовой книжке – 46,6. 50-х, общий стаж. Но я работал после 2-го, в 97-м, как ушел на пенсию, я проработал до 204-го года. Вот, все продолжал работать. Обнаружив, что размер пенсии у сослуживцев значительно выше при меньшем трудовом стаже, Александр Яковлевич забеспокоился, а правильно ли произвели расчет. Ребят рассказывают, там все, сколько пенсию получаешь, там прочее. Сколько лет проработал? То 35, то 38. Пенсии такие. А я проработал столько лет, я говорю, у меня пенсия вообще ерундовая. Вот такая петрушка получается. Я начал думать, почему же так-то? Обратившись в пенсионный фонд с просьбой объяснить, откуда взялась именно такая сумма, Александр Яковлевич по непонятной причине получил отказ. Они разговаривать не хотят. Они говорят, мы уже все сделали, теперь пенсия уже начисляется, перерасчета никакого не будем делать. И все. Александр Яковлевич Андреянов, он не одинок в своих претензиях. Многим из нас кажется, что пенсии маленькие, а у соседа или у коллеги больше. Вы сталкивались с таким? Сравнивать пенсии двух людей, не обладая полной информацией о том, сколько человек проработал, какая у него была зарплата, и в каком году он вышел на пенсию, по какому закону ему пенсия начислялась, ну, это бесполезные занятия. Александр Яковлевич обращался в пенсионный фонд. Он просто обратился с просьбой объяснить ему, как начисляются пенсии. В пенсионном фонде отказали. У кого есть обязанность разъяснять пенсионерам принципы начисления пенсии? У пенсионного фонда. То есть они должны были? Они обязаны были. И вот свидетельствует тому адвокатский запрос, который поступил после прямой линии Шанцева, куда он обращался, где четко расписано, не просто устно объяснено, а четко расписано, почему у него пенсия такого размера, когда и как она повышалась, как она начислялась. Но понимаете, надо было обратиться на прямую линию к Шанцеву, чтобы в пенсионном фонде разъяснили. Не надо было. Надо было написать письменное заявление в пенсионный фонд, и мы точно так же ответили. Вот если вам отказывают, если не доверяют ваши просьбы, причем не устные, поэтому в данном случае, если вы хотите получить полную информацию, пишите. Вот если вам не ответят, тогда жалуйтесь. После многочисленных жалоб депутатам и обращений на телевидение, Александр Яковлевич все же добился ответа от пенсионного фонда. Но такой ответ пенсионера не удовлетворил. Они мне пришли в ответ. Вот у меня тоже есть. Что вам ответили? Вот как начисляли мне пенсию. А данные мои старые, они ничего не дают. Взяли два года последних пенсии. Они должны вызвать меня, чтобы я взял любые года. Александр Яковлевич в отчаянии. Он не понимает, работал больше, а денег получает меньше. Может быть и право государства. Только государственную политику надо людям объяснять. А чиновники с пенсионерами объясняться не торопятся. Отписки их расшифровывать. Отдельная наука. Чиновничий язык не каждому дано понять. А человеческим языком пенсионеру судило разъяснить. Видимо не входит в должностные обязанности бюрократа. Александр Яковлевич в пенсионный фонд не приглашали перед тем, как начистить пенсию. И не спрашивали его по годам, что и как выбрать. Разве пенсионный фонд обязан приглашать каждого, кто выходит на пенсию? В каком году Александр Яковлевич выходил на пенсию? И по какому закону он выходил на пенсию? В 2004 году Александр Яковлевич выходил на пенсию. В то время был немножко другой закон, с тем, который действует сейчас. И тогда пенсионер не мог выбирать вот те года, о которых он говорит. Сегодня он может пенсионер выбрать. И то никто туда специально звать не будет, он должен при подаче документов указать, за какие года он хочет, чтобы он начислил пенсию. Вот и все. У нас в последние годы пенсионная система так часто меняется. Система начисления пенсий, система выплаты, система индексации, что порой за этим даже не уследишь. Александр Яковлевич просил сделать перерасчет. Ему в этом отказали. Когда просят сделать перерасчет, обязаны... Основание перерасчета. Вот если он увидел, что расчет пенсии, который ему представили, неправильный, вот тогда будь добры, напишите заявление, вам сделаю перерасчет. А просто так еще раз проверить, правильно начисленная пенсия, никто не обязан. Это можно каждый день ходить и говорить, а вы выдайте новый перерасчет, и все. А вы прочитайте по новой. А зачем? То есть Александр Яковлевич очень расстроен, а оказывается, что никто ему ничего не должен. Не должны делать перерасчет, не должны приглашать при оформлении пенсии, вообще никто ничего не должен. Вы понимаете как? Ну, к сожалению, Александр Яковлевич, так как вот, и мы с вами, мы все-таки выросли в социалистической системе. И у нас всегда было государство заботиться о нас. Государство нам все обеспечит. А мы почиваем на лаврах и довольны, что нас государство обеспечивает. К сожалению, сегодня ситуация изменилась не только в пенсионной сфере, во всем. Государство, да, нам оказывает содействие. Государство нам помогает. Но в том случае, если мы просим об этой помощи, если мы нуждаемся в этой помощи, а по своей инициативе государство нам ничего не дает, оно нам ничем не обязано. Поэтому сегодня, как говорилось раньше, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я поняла так, что вся наша передача сегодняшняя была посвящена тому, что государство нам ничем не обязано. Совершенно верно. Неразбериха – явление опасное и, увы, распространенное. Чем выше уровень непрофессионализма, тем глубже уровень неразберихи. Попасть в неразбериху может каждый из нас. А вот выбраться дано не каждому. У нас в ВКонтакте и на Фейсбуке есть свои странички. Заходите, смотрите программы, общайтесь. Если есть настроение, рассказывайте свои истории. Я с вами прощаюсь. А впереди у нас прогноз неприятностей. Здравствуйте. На следующей неделе доминирующие позиции Марса на небосводе гарантируют человечеству состояние опустошенности и немало разочарований. Зодиакальные дома Марса сошлись во мнении, что Нижнему Новгороду нужны перемены и не обязательно к лучшему. Поэтому Городская дума вынесла постановление об исключении пункта о ежедневной уборке территории для предпринимателей. Воинствующий Марс, постепенно затягивающий продажи авто и развитие промпроизводств в зону черных дыр, не прошел мимо и крупных строительных компаний. Крупнейший застройщик СУ-155 может стать банкротом. По сообщениям астрологов, Нижегородская область оказалась в конце списка рейтинга открытости бюджетных финансов. В этой сфере Марс решил ничего не менять. Следите за звездами. Куда они, туда и мы. Всем удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин